Привет, друзья! Меня зовут Ольга Ермилова. Сегодня, в общем-то, хочу с вами обсудить тему отдыха, праздников. Потому что меня это очень беспокоит, поскольку в наших странах, ну, по крайней мере, в России, в Украине, очень любят гулять, очень любят праздники и очень любят давать очень много выходных всем. И если, как бы, брать структуры какие-то частные, то мы можем там своих сотрудников вызывать на работу, не вызывать, то вот все государственные учреждения отдыхают. Ну, и в связи с этим очень многие вещи стопорятся. Короче говоря, выходишь на работу и чувствуешь, что, ну, как бы, бесполезно, потому что все равно все отдыхают. И мне всегда вообще интересно, как люди отдыхают, особенно которым вычитают за это деньги, зарплату, как они отдыхают, слуха, почему вам это нравится, люди, скажите мне. Вот, для меня это, честно говоря, загадка, вот, но у меня тоже, в общем-то, когда мы не работаем, денег становится меньше, да, потому что, ну, помимо того, что ты их тратишь, еще останавливаются процессы, продажи и так далее, и так далее. Естественно, что, ну, на меня это, как бы, навеивает какой-то ужас, ну, потому что, во-первых, скучно, столько времени, ничего не делать. Один, два, три, посмотрите, практически две недели, Новый год, и это же какое-то, ну, безобразие существенное. Уже сколько можно есть, пить? Я уже сошла с ума вместе с детьми, мы отпустили нянь, мы проводили время с ними, мы везде вместе ходили, но я поняла, что еще чуть-чуть, и мы скоро просто начнем уже бросаться друг на друга, потому что дети уже надо мной издеваются, я уже начинаю издеваться над всеми, уже как-то нам от всего этого подташнивают. И что, самое ужасное, в какой-то момент это тебе начинает нравиться, ты уже думаешь, да, прикольно вставать попозже. Я начала вставать в 9 утра, у меня вообще такого не бывает, я поднимаюсь в 7 утра, как нормальная отличница, иду заниматься спортом, а тут 9 часов, и, в общем, спать хочется, и ты такой поднимаешься, ленивый, идешь, там, пьешь кофе, даешь детям молочко, включаешь телевизор, начинаешь смотреть сериал, жесть, вообще какая-то не жизнь. Потом ты на какую-то елочку выбираешься, в кино, может быть, куда-нибудь сходишь, в общем, все это такое лентяничество, ну, просто полнейшее безобразие. Мне кажется, что надо вообще это дело запрещать. Вот дольше двух дней человеку нельзя отдыхать, потому что потом надо в эту работу въезжать, должны твои сотрудники въезжать в работу, и, что самое главное, люди тоже отвечаются по, кто у тебя это за это время покупает, ты так волну гонишь, стараешься, стараешься, и, в общем, полнейшее безобразие. Вот, мы всегда, много лет уже выезжали со своей семьей на новогодние праздники, Новый год, короче, мы в Киеве не находились. Мы ужалили куда-то в теплые края, там, в Бали, на Мальдивы, короче говоря, куда угодно, как нормальные люди и отдыхали. В этом году, почему-то, в 2016-м, в конце, мы решили, что мы поедем заранее, что мы съездим, вот, и потом вернемся и со своими детьми отпразднуем Новый год в Киеве. И мы поехали на Мальдивы, ну, вы это видели, я надеюсь, вот, и затем мы вернулись и почти чуть не сошли с ума, потому что мы отдыхали две недели на Мальдивах, причем отдыхали так неполноценно, потому что мы все время, естественно, сотрудников читали отчеты, давали им задания, созванивались там с ними, списывались. А потом мы приехали, всех отправили в отпуск, и мы еще две недели, в общем, занимались непонятно чем. И это, конечно, все просто ай-яй-яй-яй-яй. Вот, и что самое интересное, заметьте, ставишь себе кучу целей перед Новым годом, что я вот это не буду, вот это буду, я такой молодец, ставишь себе кучу целей на эти выходные, думаешь, ну, вот эти две недели там или десять дней я там проведу, прочитаю, посмотрю, и что ты эти десять дней бездарно просто просыпаешь, просто никак по-другому это нельзя назвать. Я вообще вот от этого дела, ну, очень сильно злюсь. Может быть, конечно, надо расслабиться, но я пыталась, я расслаблялась, и, ну, потом, а как потом собираться, скажите, как с этим жить? Я уже даже думаю, это же надо, большинство людей, они же вообще пожизненно так живут, ну, только у них работа, такое отбывание срока, надо пойти, высидеть на работе. Но я-то люблю то, что я делаю, у меня столько планов, столько всего. Я открыла свой блокнотик, смотрю, сколько я там всего накатала, думаю, боже, надо срочно все это делать, потом думаю, ну, все же отдыхают, все ничего не делают, в общем, мне кажется, какое-то безобразие-безобразие. Предлагаю собрать петицию и отменить это все, потому что у меня пинг-бар я вообще закрыла на две недели, отправила флористов, всех отправила, вот, потому что, ну, нету смысла, там, не хочется, люди должны же отдохнуть. А как, столько планов на пинг-бар, а сейчас надо все просыпаться, все, вот-вот-вот, все-все-все-все-все. Свадьбы, ну, свадьбы тоже, знаете, встречаться не очень хочется с людьми, когда, там, вот этот январь, начало, там, кто-то что-то звонит, ты тоже такой влом, стараешься по телефону все решить, сразу же выяснить с бюджетами, а мы с бюджетами работаем в этом году, ну, как в прошлом, в общем-то, и по запросу, там, не маленькими, поэтому у нас очень большой процент клиентов отсеивается по телефону, вот, мы с ними общаемся и понимаем, что мы друг другу не подходим. В общем, вот это вот лентяйничество, надо с этим обязательно завязать. Поэтому давайте какие-нибудь эти, поделимся друг с другом, как это можно сделать, может быть, что-нибудь интересного нам подскажете. Ну, в общем-то, все, хватит уже вот этого бла-бла-бла, я поехала работать, и вам того же желаю. Не забывайте подписываться на мой канал и, в общем-то, смотреть, чем живем, может быть, что-то для себя хорошего брать. Всем пока! Спасибо!